всем привет сегодня я хочу с вами поделиться актуальной информацией по поводу вакцинации что такое собственно вакцинация вакцинация слова производится от латинского вакус корова все мы знаем что первые вакцины были получены от корови оспы это введение антигенного материала с целью вызвать иммунный ответ к болезни которая предотвратит заражение либо уменьшит его отрицательные последствия только сейчас ленивый человек не задумывался вообще что такое вакцинация либо человека которого полностью отрезан доступ к сми и час самые частые которые вопросы которые возникают это вопросы у молодых родителей возникают например что такое прививка зачем они нужны начинать привела прививаться когда начинать ну и самые другие распространенные мифы но сама начнем с того самым главным мифом вакцинации считается то что прививка вызывает якобы легкую форму заболевания на самом деле это тоже неправда потому что что саму что такое само по себе представляет собой прививка в прививке находится кусочек материала от вируса либо бактерии так называемый его паспорт то самое самое уникальное то что есть в этой бактерии или вирусе которая распознает наш организм затем передает так называемым клеткам памяти которые могут потом годами сохраняться в нашем организме и затем при попадании этого вируса или же как называется его дикого штамма из природы быстренько его распознать выделить антитела и уничтожить современные прививки большинство по крайней мере современных прививок даже не содержит живых микроорганизмов так например прививка от гепатита b содержит лишь маленькую часть его оболочки которая посажена на дрожжевую клетку но оболочка сама по себе не может вызвать заболевания а дрожжи как известно для людей безопасны ну конечно же есть огромное количество прививок живых вакцин это та же прививка от туберкулеза от полиэмилита но при этом эти прививки эти вирусы и бактерии которые там содержатся через многочисленные пассажи они ослаблены максимально сохранив их иммуногенные свойства то есть способность вызывать стойкий иммунитет и максимально сократив их вирулентные свойства то есть способность вызывать заболевания то есть главный миф и боязнь родителей о том что вакцина вызовет у них у детей заболевания что иногда проявляется каким-то повышением температуры это нормальная реакция организма на введение чужеродного материала но само заболевание по себе вызвать не может также и результат по материалам исследования всемирной организации здравоохранения человек после прививки не является заразным итак миф 1 прививки приводят к аутизму все наверно слышали об этом пошел этот миф от такого человека как эндрю бейкфилд который в англии это английский врач выпустил в журнале lancet опубликовал работу о том что он нашел корреляцию корреляцию доказательства того что вакцины приводят к аутизму но буквально уже спустя 3-4 года эта информация была опровергнута его работа оказалась сфабрикована и сам по себе журнал lancet привел публичные извинения публичные извинения насчет по этому поводу но тем не менее статья разошлась огромным тиражом и собственно все антивакцинаторы до сих пор очень яро ею пользуются но и следующий миф который выходит плавно из первого о том что ртусь которая содержится в прививках приводит к аутизму и эту историю запустил дэвид кирби который издал книгу доказательства вреда но собственно не ртуть а ее соль тимиросол действительно содержится в прививках но как консервант действительно в двадцатые годы когда концентрация тимиросола в прививках была очень большой действительно дети могли получать отравление ртути ну если вы съедите килограмм соли я думаю вы тоже умрете но при этом в течение времени с совершенствованием технологии количество этого тимиросола оказывалось уменьше и меньше и к 2002 году тимиросол в сша убрали полностью с прививок он остался в небольших количествах прививках от гриппа но эти прививки не являются не входят в национальные календари поэтому в принципе контакт детей с этими рассолом был существенно снижен но и тут кирби с начал заявлять что вот оно вот с этого момента заболевание аутизмом пойдет на спад но естественно этого не произошло и вот уже 14 лет произошло с того момента а аутизмом как дети болели таким болеют до сих пор в тех же количествах и в 3 если уже прививаться то не сразу от многих болезней а по одной разделять чтобы не перегружать иммунную систему но с точки зрения монологии это несостоятельно чтобы это понять нужно знать как работает наша иммунная система у нашей иммунной системы нет понятия что сразу много нас огрушает такое количество огромной бактерий вирусов и даже тех от которых надо прививаться и не надо прививаться и клеток памяти которые выделяют антитела в нашем организме огромное множество их раз есть разные типы и наша иммунная система всегда работает на максимум поэтому перегрузить ее нет и вообще какой-то нагрузки на иммунную систему ну вот какой-то того что можно ее перегрузить такого не существует миф 4 ребенок кормящийся молоко матери защищен да действительно антитела которые вырабатываются теми же плазматическими клетками передаются через грудное молоко но во первых даже исследование которое проводилось тоже брит они говорит что у детей которые были на естественном вскармливание от матерей которые переболели корею или были привиты от кори в их крови был титр антител от кори в четыре раза меньше чем после прививки ну и после окончания грудного вскармливания естественно этот титр антител постепенно снижается и ребенок оказывается точнее таким же беззащитным как и до начала грудного вскармливания миф 5 естественный иммунитет лучше чем привиты но это замена понятия идет не бывает естественного иммунитета или привитого иммунитета весь иммунитет естественный нашем организме существует только одна система формирования этого иммунитета и собственно даже потом чтобы определить каким образом у человека появились эти антитела нельзя определить это было искусственно или человек этим переболел потому что на антителах не пишется откуда они появились миф 6 мой ребенок не привит но остальные это привиты значит не заболеет и вообще если вы привиты чего вы беспокоитесь не будем забывать о том что бактерии вирусы это живые и они мутируют поэтому все мы знаем что прививку от вича создать пока что-то до сих пор из-за этого не удалось поэтому ребенок который не привит служит прекрасным инкубатором для вирусов которые будут в нем мутировать а затем привитые дети у которых есть уже определенный набор плазматических клеток которые будут потом перед вырабатывать антитела они могут потом быть просто нет и не чувствую организм привитого ребенка может быть потом точно таким же беззащитным перед вот этим новым мутировавшим штаммом так же как и у не привитого поэтому все равно если если вы привиты чего вы беспокоитесь беспокоиться надо потому что прививки не защищают на сто процентов миф 7 детей слабый иммунитет зачем дополнительной болезни делать прививать иммунитет у детей не слабый он неразвитый и у детей иммунитет на самом деле работает активнее чем у взрослых именно за счет того что у детей еще сохранена орган тимус вилочковая железа находится вот в этой области и поэтому все прививки которые мы делаем детям они работают намного эффективнее чем у взрослых иммунитет надо развивать и прививки именно позволяют это делать миф эти болезни 8 эти болезни исчезли с лица земли зачем прививаться натуральная оспа действительно исчезла с лица земли в 1779 году об этом заявила официальная всемирная организация здравоохранения а вот полиэмилит которые последствия которые указаны на этой картинке до сих пор гуляет среди нас и его вспышки замечены в китае в пакистане откуда мы знаем нет ли его у нас ли среди нас и в 9 прививка не защищает на сто процентов так что лучше переболеть да действительно ничто не защищает на сто процентов и даже привитый ребенок может заболеть по второму но как правило болезнь будет протекать либо в скрытой форме либо намного легче основная защита цель прививки как не только предотвратить заражение но и предотвратить ее если болезнь все-таки развиваться предотвратить ее какие-то особо опасные осложнения как на картинке например представлен ребенок с туберкулезным менингитом это одно из самых опасных осложнений заражение туберкулезом в детском возрасте и именно от этого бцж прививка бцж охраняет детей и в 10 ну тут я немножко разбавлю сухую статистику от нас скрывают правду прививки опасных у них много побочных эффектов и страшных осложнений вот тут надежда очень рассказывает активно про то как прививки блокирует эпифис третий глаз у детей и тем самым не дает им понимать свою божественную сущность и владеть сакральными знаниями предков я думаю понятно что это миф который создан любителями теории заговоров и людей у которых есть какие-то скорее всего параноидальные наклонности пожалуйста вот есть сайт по обмет на нем вы можете найти любую информацию частных случаях прививка даже самые самые необычные случаи заходите смотрите знакомьтесь правду от вас не скрывают ну и дальше я представлю вам небольшую табличку которая частота предоставляет вам информацию о частоте тяжелых осложнений после применения ассоциированной коклюшной дифтерийно-столбнячной вакцины в сравнении с осложнениями коклюша например при коклюша именно самом заболевании если ребенок не привит и заразился стойкие мозговые нарушения будут составлять до 2000 на 100 тысяч случаев те же побочные эффекты могут возникнуть у вакцинированных детей например даже после той же вакцины но какие цифры насколько они меньше энцефалит и энцефалопатии до 4000 на 100 тысяч случаев при этом частота после вакцинации на вакцинированных колеблется всего лишь до трех единиц ну и остальные случаи дальше я представлю вам таблицу которая показывает такие понятия как заболевания те которые входят наш к национальный календарь прививок летальность от этих заболеваний самые популярные осложнений самые тяжелые ну и защита которые дают прививка от заражения получения осложнений я перечислю только туберкулез скорее всего потому что больше всего на слуху 38 процентов летальность по инфекции второе место после вич инфекции самое тяжелое осложнение туберкулезный менингит картинку вы видели ну и защита которую дает прививка 78 процентов по моему по сравнению с тем что 38 процентов летальность почти 80 процентов защиты цифра достаточно для того чтобы задуматься о ее эффективности и столбняк 95 процентов смертность у новорожденных все мы знаем что случай девочки в днепропетровске которая заразилась столбняком вакцин она была не вакцинирована сыворотки в днепропетровске и в области не не было благо ее нашли в киеве и девочка сейчас уже находится в стабильном состоянии но при этом если бы она была бы привита не было бы 98 процентов вероятности того что даже после того как эта щепка где от дерева попала ей в ногу она бы не заразилась тот же гепатит b полиэмилит мы видели картинку интересный момент вирус папилломы человека сейчас о нем тоже много говорится и в частности любителями теории загоров о том что украина и россия это специальный плацдарм для испытания этой вакцины 52 процента смертности потому что это именно это вирус который приводит к заболеванию женщин рапом шейки матки при этом вакцина гарантирует 90 по 70 90 процентов того что девушка впоследствии не умрет какие выводы мы можем сделать прививки не защищают ребенка на сто процентов но при этом они создают достаточно стойкий иммунитет для того чтобы ребенок был защищен поэтому думаете взвешивать информацию и будьте здоровы спасибо за внимание прошу вопросы ну вообще на самом деле данных о том что прививки приводит к аутоиммунному заболеванию вообще в принципе нет действительно наша иммунная система иногда дает такой сбой который когда перестает она дифференцировать чужеродное от своего тогда возникает аутоиммунное заболевание данном случае прививка это кусочек чужеродного материала и наша иммунная система конкретно настройки настроена против него нет достаточного количества случаев чтобы хотя бы начать это исследование о том что они приводят к аутоиммунным заболеваниям а вот есть минимальные пациентные осложнения да от вакцинации а с чем они обычно связаны вот по статистике от особенности организма ребенка который привит или что-то в этих чаще всего все-таки с особенностями самого ребенка потому что я читала много исследований например тоже по а кдс либо корь краснуха паратит значит действительно это вакцины которые самое большое количество каких-то осложнений после них но чаще всего когда начинаешь разбираться и читать что вот женщина пишет что вот я вот вся была здорово ребенок у меня желанный беременность планированная все замечательно вот сделали а кдс в три месяца и все началось начинаешь разбираться смотришь а у нее был токсикоз тяжеленный у ребенка цитомил головирусная инфекция с эпштейн баром в добавку в родах была асфиксия длительный безводный период то что друг с другой стороны этому ребенку поставили вакцину это другой вопрос то есть тут идет уже вопрос халатности иногда медработников что перед тем как вакцинировать ребенка его нужно хотя бы обследовать и они конвейером всем подряд ставить они не отсутствуют но они сведены к минимальным значениям хотя бы общий анализ крови для того чтобы посмотреть во первых посмотреть общее состояние ребенка как он аппетит его как он выглядит нет ли у него бледности какой-то общий анализ крови достаточно того чтобы посмотреть нет ли у него каких-то воспалительных признаков воспаления в организме как минимум врача врачи должны спрашивать не болел ли ваш ребенок последние две недели не было ли у него сопель не кашлял ли он это как минимум как максимум конечно если прям совсем можно пойти в лабораторию какую-нибудь сдать кровь на титр антител конкретно к этому вирусу и посмотреть или бактерии посмотреть насколько их титр этих антител аллергии конечно могут вызывать потому что это все-таки чужеродный материал но чаще всего не прививки вызывают аллергию а сыворотки потому что там содержится не человеческий белок а например лошадины действительно да и для них например существуют какие-то существуют прививки например с уменьшенной дозировкой или действительно ну понимаете в чем проблема коллективного иммунитета не нужно нам вакцинировать абсолютно всех достаточно создать пласт населения провакцинированного а затем вакцинировать отдельные группы риска то есть если у человека есть действительно какой-то риск если это то может быть его и не стоит конкретного вот этого ребенка вакцинировать главное создать общий коллективный иммунитет чтобы циркуляция вируса между невосприимчивым населением как можно уменьшилась вот только сегодня читала по этому поводу информацию того что 9 августа 2016 года украина закупила через юнисеф огромное количество европейских вакцин которые уже начали поступать на нашу территорию в том числе кстати сыворотка против столбняка действительно были проблемы особенно с прививкой туберкулеза это да это здесь на но конкретно вот последняя информация читала реально только сегодня 9 августа подписали и вакцины уже начали поступать все вопросы правильно все слушали ну а если вот последующий проблема в тут уже проблема идет как бы в вопросе самой девушки потому что такая есть статистика тоже всемирной организации здравоохранения что после приблизительно 3 4 полового партнера девушка уже сто процентов инфицирована вирусом папиллома человека это бессимптомная инфекция которая протекает латентно и и молодой человек не девушка могут об этом долгое время не знать спасибо за внимание